МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Власть факта». Я Сергей Кудряшов. Нет ни одного народа, равнодушного к своему прошлому. В каждой стране есть вопросы истории, которые вызывают ожесточенные споры. Единственный способ понять свое прошлое – это говорить о нем. Помните диалог Андрея Балконского и Пьеры Безухова накануне Бородинского сражения? Князь Андрей тогда сказал, что он не знает, что такое искусный полководец. И возможность победы зависит не от того, что делается в штабах, а от того чувства, которое есть в нем и в каждом солдате. Что общего на войне у простых солдат и великих полководцев? И как рождаются победы? 1790 год. Русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил под современной Одессой. Это было решающее сражение в ходе очередной русско-турецкой войны. Но основные лавры победителя достались не Суворову, а главнокомандующему русской армией Григорию Потемкину. 1814 год. 18 марта по старому стилю в 6 часов утра объединенные войска союзников начали наступление на Париж. Главную силу составляли русские корпуса. Сражения были кровопролитными. Союзники потеряли 8 тысяч убитыми. Из них 6 тысяч были подданные Российской империи. Париж был взят. Эпоха наполеоновских войн закончилась. 1916 год. 16 февраля. Русские одержали победу в Орзрумском сражении. Этот ныне забытый триумф кавказской армии генерала Юденича открыл доступ во внутренние районы Турции. Третья турецкая армия была полностью разгромлена. Ее оставшиеся силы обратились в бегство. 1945 год. 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени в берлинском предместе Карлхорст был подписан второй акт о безоговорочной капитуляции Германии. Он устанавливал точное время прекращения огня. 8 мая. 23 часа 1 минута. По московскому времени это было уже 9 мая. Час ночи и 1 минута. Жители СССР о своей окончательной победе узнали только в 10 часов вечера 9 мая. У нас в гостях Александр Голубев, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Здравствуйте. И Юрий Никифоров, Российское военно-историческое общество. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что у победы много лиц. И тем не менее, когда мы берем победу в войне 12-го года или какие-то другие известные компании, часто они ассоциируются все-таки с каким-то ограниченным количеством героев. Ну, безусловно, в общественном сознании, в принципе, не может храниться память обо всех героях или обо всех участниках событий. То есть, ее сама по себе структура того, что мы называем исторической памятью того или иного народа, она символический характер носит. И поэтому отдельные лица, отдельные герои, они для нас, для общества символизируют все поколение участников, в данном случае, войны. И это вполне естественно. А историки, конечно, они хорошо представляют. И вот, скажем, в последней энциклопедии, которая издана о войне 12-го года, там уже тысячи названы имен и генералов, и даже адмиралов, участников, скажем, 12-го года. И офицеров. И офицеров. Вот если спросить публику не очень подготовленных, не профессионалов, ну, назовут вам всего несколько имен. На общественное сознание, конечно, влияет художественная литература. И те люди, кто читал роман Толстого «Война и мир», они, безусловно, называют фамилии тех генералов, которые фигурируют в романе. Вам не кажется, что Толстой как писатель, именно здесь мы не говорим об историках, что Толстой как писатель поставил на очень большую историческую проблему, и он показал войну 12-го года как народную войну. И дал какие-то собирательные образы каких-то героев. У Толстого есть одна замечательная фраза. Это начало дубинно-народной войны, которые все это, так сказать, цитируют и так далее. Но, вы знаете, я склон был долго скептически относиться к этой фразе, пока я не прочитал воспоминания Наполеона, который писал прямым текстом, что российские крестьяне, начиная вот где-то со Смоленской губернии, это была огромная проблема для его армии, что это был один из основных факторов его поражения. Это написал Наполеон. Ну, безусловно. Поэтому мы и говорим, что эти войны отечественные, потому что не армии, и не только армии, и не столько военные действия привели к краху обоих нашествий, что в 12-м году, что в 41-м, 45-м. А именно удивительные для Наполеона, казалось бы, крепостные крестьяне, какая им разница, кто у них хозяин, на каком языке он разговаривает. Они же рабы, ничего подобного в России этот сценарий не сработал. И русскому крестьяне оказалось весьма не все равно, что в его доме, по его траве, по его лесу ходит супостат. И точно так же и в 41-м году, когда люди защищали свою родину, они защищали ее не по каким-то высоким идейным соображениям, связанным с коммунистической идеологией. Но для них в данном случае речь шла именно о том, что о родине. Вы знаете, вот в войне 1812 года остались только два мемуара рядовых участников событий русских, я имею в виду русских солдат. Один Памфил Назар, второго я не помню, честно говоря. Вот только два человека из 600 с чем-то тысяч мобилизованных остались мемуары. Ну, а офицерских мемуаров мы знаем много. Тут главное, Александр Владимирович, что вот этот факт того, что мы это понимаем, он для нас все-таки не заставлял нас делать вывод. Ну, это значит, что солдатского героизма не было. Ну, это значит, что массового героизма не было. Потому что, ну, назовите нам крестьян, имена крестьян. Ведь Василиса Кожина – это полумифический персонаж, да? И ясно, что гречи, отвечая за пропаганду в тот период, ему было важно показать, что даже женщины побеждают, даже крестьян. Вы знаете, есть случаи во время войны 1912 года, когда один русский гренадер в течение где-то нескольких часов не давал переправиться через Днепр под Смоленском в французском полку. Его убили, нашли, похоронили французы, естественно. Имя его неизвестно. Ну? Герой? Всегда есть некоторое количество людей, которые как бы не только события их выдавливают на первый план, но и они сами себя выдавливают. Но мы же знаем, что Барклай, Кутузов, Багратион, Ермолов и так далее, они объективно сыграли огромную роль в победе 12-го года. Портрет генерала Ермолова – один из самых необычных среди всех портретов полководцев 19-го века. Считается, что художник Джордж Доу изобразил Ермолова со спины, так как искал свежие решения. Заказ, который поступил от Александра I, был огромен. В Зимнем дворце создавалась военная галерея, где предполагалось увековечить генералов, героев войны 1812 года и участников заграничных походов русской армии. Английский живописец Джордж Доу был выбран исполнителем этого масштабного проекта, потому что славился исключительной скоростью работы. Вместе с помощниками он написал 332 портрета генералов 1812 года. Правда, часть портретов была им просто скопирована с оригиналов, присланных из разных уголков России. Не все могли лично явиться в мастерскую на Дворцовую набережную, чтобы позировать. Александр I занялся прославлением героев Отечественной войны сразу после окончания заграничных походов. 18 августа 1814 года был учрежден специальный аттестационный комитет с целью отобрать кандидатуры полководцев, достойных включения в галерею. В списке генералов утверждал личный император Александр I. Условием было участие героев в военных действиях против Наполеона. Некоторые кандидатуры император отвергал с пометками замечен в казнократстве, находился под следствием, либо просто негоден, без объяснения причин. Но не все генералы, даже одобренные императором, были увековечены в военной галерее. Например, портрет Александра Васильевича Сибирского Доу так и не написал к открытию галереи в 1826 году. А потом новый император Николай I распорядился над портретом не работать. С портретом Сергея Григорьевича Волконского оказалась связана драматическая история. Генерал-майор, принимавший участие в действительных сражениях, был включен в список аттестационной комиссии в 1822 году. Его портрет в сентябре 1825-го передали из мастерской Джорджа Доу гофмаршалу императорского двора. Но спустя 4 месяца Волконский стал одним из вдохновителей восстания декабристов. Изображение мятежника было решено в галереи не помещать. Только в начале 20-го века его обнаружили в запасниках Эрмитажа, и Волконский занял свое место в галерее героев войны. Александр Пушкин писал, «У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата, Толпою тесную художник поместил Сюда начальников народных наших сил, Покрытых памятью чудесного похода И вечной славою 12-го года. Нередко, медленно, меж ими я брожу И на знакомые их образы гляжу». Самое главное место в галерее полководцев занял царь. Всем, кто был в военной галерее, Знаком огромный портрет Александра I верхом на коне. Но изначально тут был другой портрет работы Джорджа Доу. Лишь в 1837 году немецкий художник Франц Крюгер написал эту картину. И менее эффектный портрет императора работы Доу был заменен на новый. Вот она, да, меморизация в том виде, Наверное, в идеальном, как мы можем себе представить. Нет, это же высочайшее разрешение. Все герои, основные герои у вас в одной галерее, так? Ну, это естественный процесс. Поколение непосредственных участников, на мой взгляд, Они не нуждаются в дополнительных усилиях По мемориализации какой-то героизации. Они сами прекрасно представляют, более-менее, кто из них чего стоил. Но, тем не менее, чем дальше события уходят, Тем требуется дополнительное усилие, в частности, власти, государственной власти По увековечиванию этих символов, по передаче их следующим поколениям. И если мы посмотрим, то чем дальше мы уходим от Великой Отечественной войны, Тем, скажем, мифологизация этих событий в общественном сознании, Она не уменьшается, несмотря на то, что документы выводятся. Те имена, кто для нас известен, они всегда символизируют всех павших в данном случае, Всех, кто храбро сражался на конкретных фронтах. И понимание этого, оно как раз и привело к тому, Что у нас же есть мемориалы, памятники безымянному солдату. И ведь, посмотрите, могила неизвестного солдата в данном случае, Она символизирует для нас имена всех героев, участников войны, павших, Чьи могилы, мы даже не знаем, где они находятся. И в этом и социальная функция вот этих мемориалов, Этих памятников вечного огня и всего остального. И очень важно от того, что мы не знаем, допустим, конкретно, Сколько было панфиловцев, 28 их было, или 100, Или обстоятельства этого боя. Ну, все-таки не 100. Да, понятно, что и в данном случае речь идет о некой легенде. Что же теперь надо отказать в уважении панфиловской дивизии И сказать, что она несправедливо вошла в учебники Как образец стойкости на подступах к Москве. То есть всем же понятно, что обстоятельства данного конкретного боя Смутно, понятно, они легендированы. Но, тем не менее, панфиловская дивизия была одной из тех, Кто заслуженно унаследовал вот эту славу и для нас имя панфиловцев, И песни о героях панфиловцев. Она посвящена всем защитникам Москвы. В том числе и тех, кто незаслуженно забыт, Или просто погиб, а никто не видел, что он в этот момент... Нет, там же я как понимаю, что сейчас никто не будет отрицать героизм панфиловцев. Ведь дивизитор разбили, она погибла, и командир погиб. Это же подвиг-то был совершен. Нет, дело того... Вопрос в том, как это использовали. Там ведь ситуация была не только самих панфиловцев, А журналисты, которые потом все это рассказывали. Они же рассказывали это так, как будто они сидели рядом. Про 28. Да, что они сидели рядом, и они все это наблюдали. Но вы понимаете, даже в немецких документах, в журнале боевых действий, Ведь там запись существует, что особенно ожесточенное сопротивление Мы встречаем на участке, который обороняет русская 316-я дивизия. Это, конечно, не прямо привязано к этому числу и к этой дате. Это вообще осень 41-го года. Это значит, что панфиловская дивизия дралась стойко, И она даже немцы отметили, что это одна из дивизий. А как говорил Жуков, были разные в 41-м году меры стойкости. И разные люди в одних и тех же обстоятельствах. Одни дивизии, получив тот же самый удар немецких танков, Они могли отступить, они могли разбежаться. А другие те же самые, казалось бы, обстоятельства, Но люди показывали чудеса мужества и стойкости. Это Жуков просил нас не забывать никогда, Когда мы говорим о 41-м годе. И историки все время подчеркивают. И поэтому панфиловская дивизия, я считаю, Она символизирует для нас героинь защитников Москвы В числе других частей, соединений, армий по праву. Социальная память, интересно, что она включает в себя Не только генералов, понимаете? А для нас же важно, что в этих списках, Вот в национальном пантеоне, что ли, героев, Там же присутствуют и солдаты, там присутствуют и офицеры, Там присутствуют и люди, кто отдал свою жизнь за родину. Потому что все-таки для России, я считаю, Это надо сохранить, это какое-то культурное преимущество наше, Что мы никогда не отдаем всю пальму славы и уважения командиру. Мы всегда не забываем, что солдаты-то у него были. Но с Великой Отечественной войной тут и сама по себе пропаганда советская, Она старалась сделать так, что... Баланс. Был определенный баланс, да, потому что война отечественная, Война народная, и, конечно, если на первом плане будут только маршалы и генералы, И мы забудем о солдатах, то это было, конечно, в советской системе невозможно. У нас же как иногда нет-нет, да какой-нибудь выступающий скажет, Все подвиги – это выдумка сталинской пропаганды. Не было никого массового героизма, они сдавались сотнями тысяч в плен. А посмотрите, вот и здесь легендарно, и здесь газетчики, и тут газетчики. Но это не механизм газетчики и пропаганды, это механизм, который, понимая, как он работает, Ты понимаешь, что он не отменяет реальных случаев героизма, реальных подвигов, да, И от того, что мы знаем имя Зои Анатольевны Космодемьянской, Но не знаем имя Веры Волошиной, которая погибла рядом в соседней буквально деревне. Ну, знаем, знаем. При тех же... Ну, мы, историки, знаем. А общество в целом, да. Но мы же понимаем, что Зоя Анатольевна символизирует для нас целый ряд людей. За ее спиной стоят те, кого она в данном случае для нас представляет. И то же самое с Гастеллой, то же самое с Александром Матросовым. Потому что память, социальная, народная память так устроена, Мы не можем и помнить все сотни фамилий летчиков, кто совершил таран. Но мы помним Виктор Тололихин, и он для нас символ вот этого отчаянного героизма, Который наши парни могли демонстрировать во время войны. И понимаем, что за ними другие. Но на этом основании, на том, что вот устроена именно так эта среда. Я говорю, я с отчаянием иногда читаю на некоторых ресурсах, говорят, Ну, ясно же, что 28 это выдумал журналист. Ясно же, что там было что-то другое. И не мог он выяснить обстоятельства боя. И весь этот очерк, так сказать, это плод его воображения. А на этом основании давайте вычеркнем все это из учебников, из летописей. Но я считаю, что это совершенно ошибочная точка зрения. Хорошо. Тогда как вы относитесь вот как раз к инициативе Министерства культуры провести этот конкурс «Герои Победы»? Ну, безусловно, «Герой Победы» и «Имя Победы». Этот конкурс, он с научной точки зрения, он, конечно, весьма уязвим для критики. Но как проект направлен на популяризацию, он, безусловно, заслуживает поддержки. Потому что в этом списке многие фамилии, они нуждаются в том, чтобы мы просто вспомнили о том, что эти выдающиеся люди были, они внесли очень значимый вклад в нашу историю. И молодежь сегодня, участвуя в голосовании, она может, обратившись на соответствующую персональю, посмотреть очерк, написанный профессиональным историком, и для себя просто познакомиться с жизненным путем каждого конкретного генерала. А как вообще выбрали эти 100 фамилии? Как-то эксперты выбирали? Или какая выборка? Это было организовано, поскольку через портал федерального интернета «История РФ», то предлагали кандидатуры в этот список. Предлагали не только историки, но и историки тоже. Но предлагала и общественность. Поэтому там много персонажей, которые, ну, с точки зрения историка, они весьма уязвимы с точки зрения того, как вот великий полководец. Допустим, понятно, что, скажем, богатырь Добрынь Никитич, который присутствует в этом списке, это легендарная абсолютно фигура, и... Не оставившая исторических источников. Да, и исторических источников нам приходится в значительной мере домысливать, фантазировать. Но, тем не менее, сам вот этот период самой глубокой древности в русской истории, он каким-то образом отражен на портале, и, соответственно, молодой человек понимает, что история нашей страны началась не 20 лет назад, а... Ну, понятно. Вот идея вот такого рода конкурса – это отдать дань, должное забытым фигурам, или найти какие-то новые, или сказать что? С моей точки зрения, все-таки идея конкурса в том, что популяризация нашей российской, русской истории сегодня, она как никогда актуальна. Понимаете, вот в этой системе сегодня, в системе ЕГЭ, когда история превратилась в факультатив для старшеклассников, они же не выбирают историю для сдачи как обязательной, соответственно, они ее не учат. И получается, что история, как система представления о собственном прошлом, она утрачивается молодежью. И все говорят, что молодежь хуже знает свою собственную историю, это некий вызывающий обеспокоенность процесс. И поэтому, подключая какие-то дополнительные ресурсы, дополнительные средства, именно для популяризации, для того, чтобы история была шире представлена в интернете, она была представлена интересно, чтобы молодой человек, заходя туда, участвовал в каких-то, даже вот, сам формат конкурса, ему должно быть не просто же читать про эти биографии, а он должен проголосовать. Ну, вот меня знаете, что удивило в этом списке, если честно? Мне кажется, там нет очень важных фигур, которые именно для военного дела сыграли огромную роль. Я имею в виду военных теоретиков, которые, ну, я не знаю, например, Жемини, перешедший на нашу службу, он же оказал колоссальное влияние на военную науку и вообще на то, как формировалась военная мысль. Его вклад, его трудно оценить, он не совсем как бы полководец, да, но его влияние, оно колоссальное, ведь то, что писал Жемини, даже если вы потом сравните то, что опубликовал Клаузевец, многие идеи Жемини заимствованы Клаузевецом, без сноски на него. То есть у Клаузевца это, он даже сам говорил, набор мыслей. У Жемини это целые книжки, которые разбирают все операции, и этот человек на службе у российской императорской армии. Ну, сам же Наполеон говорил, как эталон в данном случае, он же говорил, что выиграл в сражении не тот, кто план придумал, а тот, кто непосредственно взял на себя ответственность за его реализацию и осуществление. С этой точки зрения, конечно, военные историки, чисто военные историки, они, безусловно, хотели бы, чтобы в этом списке остались только те люди, кто реально руководил войсками, да, и с этой точки зрения, например, я, например, поддерживаю, что в этом списке Сталин не присутствует, потому что, ну, он непосредственно руководство операциями не осуществлял, это же всегда были маршалы его. 30 ноября 1941 года. Заместителю начальника генерального штаба Красной Армии, генерал-лейтенанту товарищу Василевскому. Прошу срочно доложить народному комиссару обороны товарищу Сталину план контрнаступления Западного фронта и дать директиву, чтобы можно было приступить к операции, иначе можно запоздать с подготовкой. Жуков. Речь в этом документе идет о контрнаступлении советских войск под Москвой. 1 декабря 1941 года группа гитлеровских армий «Центр» предприняла очередную попытку прорваться к столице. 2 числа немцы заняли деревню Бурцево на юго-западном направлении. От Кремля этот населенный пункт отделяет всего 30 километров. Благодаря слаженным действиям Ставки Верховного командования наступление было отбито. 5 декабря советские войска начали контрнаступление. Его план был разработан Александром Михайловичем Василевским, заместителем начальника генштаба. Под директивой Ставки о начале контрнаступления стояли две подписи «Сталин» и «Василевский». Героическая служба во время Первой мировой, переход на сторону большевиков во время гражданской, строки официальной биографии Василевского довольно типичны для советских военачальников. Но в ней был один нюанс. Будущий маршал Победа родился в семье церковного регента и окончил Костромскую духовную семинарию. Правда, священником не стал, поступив в 15-м году в военное училище. Когда уже в 1940-м Василевский был назначен на высокую должность в генштабе, на эту тему у него состоялся диалог со Сталиным. Александр Михайлович писал в своих мемуарах «Один из очередных тостов Сталин предложил за мое здоровье, и вслед за этим он задал мне неожиданный вопрос. Почему по окончании семинарии я не пошел в попы?» Я, несколько смутившись, ответил, что ни я, ни отец не имели такого желания, что ни один из его четырех сыновей не стал священником. На это Сталин, улыбаясь в усы, заметил. Так-так, вы не имели такого желания, понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему? Не поймем до сих пор. Звездным часом Василевского стала Великая Отечественная война. После удачного контрнаступления под Москвой, план которого он разработал лично, будет контрнаступление под Сталинградом, переломившее ход войны. После этой операции, 16 февраля 1943 года, он получил звание маршала Советского Союза. Операции по освобождению Донбасса, правобережной Украины и Крыма, всеми этими действиями руководил Александр Михайлович Василевский. 5 июля 1943 года, в день начала битвы на Курской дуге, американский журнал «Тайм» поместил на обложке фотографию маршала Василевского. В статье о нем было сказано. Армия знала, что главным образом он был штабным офицером, человеком школы, а не поля, что он помог реорганизовать Красную Армию после Финской войны. На прошлой неделе официальный представитель России в США был смущен вопросом о Василевском, переспросив «Кто? Василевский?» Ах, да. Вторая мировая война закончилась для него на Дальнем Востоке. Маршал Василевский руководил советскими войсками во время войны с Японией. А военная карьера Александра Михайловича Василевского успешно продолжалась вплоть до 20-го съезда КПСС. Хрущев захотел использовать его в своей борьбе, попросив, чтобы Василевский подтвердил, что Сталин во время войны не работал с картами, пользуясь обычным глобусом. Василевский наотрез отказался говорить неправду. После 20-го съезда его карьера пошла на спад. В декабре 1957-го он был уволен в отставку с правом ношения военной формы. Наверное, все-таки при всей важности Жукова есть целая плеяда, надо прямо сказать, советских генералов, которые внесли весомый вклад в победу. Часто на весах это не оценить, понимаете? Не оценить, я согласен. Потому что это разные периоды, разное время. И в данном случае и Рокоссовский, и Василевский, и Жуков, и Говоров, и много других. Они, в общем, сыграли огромную роль. Но вот это феномен вообще восприятия войны в общественном сознании уже в ходе самой войны. Как Симонов рефлексировал по этому поводу? Он говорил, что когда Жукову поставили брать Берлин, мы, современники в армии, мы это восприняли как должное, как нечто само собой разумеющееся. То, что, а кто должен? А после войны уже стали. Вот, Сталин обидел Рокоссовского, убрал его с Первого Белорусского фронта. А Симонов говорит, для нас тогда это было естественно. Потому что Жуков уже связал свое имя, и пропаганда способствовала этому, безусловно. Но и конкретное обстоятельство конкретного самого течения войны она сделала так, что и вот это командование парадом победы, и принимал его Жуков, да, командовал Рокоссовский. И то, что эти два военачальника это делали, это воспринималось всеми как признание и вклада этих двух людей в данном случае. То, что им по праву принадлежит некое первенство. Но Василевский, безусловно, в этом же ряду. Ну, маньчжурская операция против Японии, она все-таки у нас недооценивается. Она задвинута немножко на второй план, потому что это уже Япония. Тем не менее, то, как она была проведена, и весь блеск полководческого искусства, который Василевский здесь показал, она тоже входит в ряд наиболее выдающихся достижений советского полководческого и вообще, соответственно, российского полководческого искусства. Вот сложный вопрос, но не получится так, что герои победы, имя победы, в итоге все придем к Жукову. Ну, лидирует Александр Васильевич Суворов. Строго говоря, образцом великого полководца для многих Суворов до сих пор является и совершенно заслуженно. Но это имя победы все-таки или образцовый полководец? Да, он может быть именем победы, конечно. А кто? И еще здесь хорошо, что Суворов как человеку наставил и много крылатых выражений, которые именно должны символизировать вот этот дух победителя, который живет не только в полководце в России, но и в солдате тоже. Это серьезный вопрос, потому что, если говорить технически, то, наверное, конечно, Суворов самый успешный русский полководец. Но если говорить о значимости, то то, что выиграл Суворов и, скажем, тот же Жуков, да, несопоставимо. Ну, Жуков не один все-таки выиграл. Здесь просто еще характер войны изменился. Я понимаю, да. Но Суворов был не один. Но и дело в том, что вот как бы без стороны то, что сделал Жуков и его соратники, это все-таки выше, чем Суворов. Хотя как полководцу я бы лично голосовал за Суворова. Ну, а вот такого рода конкурсы, это наши инициативы внутренние или как бы есть аналоги какие-то заграничные? Ну, за границей как раз это делалось не раз. И когда мы следили, допустим, кого они считают 100 лучших полководцев мира, когда мы понимали, что они российских персонажей... Да, вот я хотел как раз спросить, что, по-моему, там как раз за рубежом-то часто не включают российских... Ну, это естественно, просто в силу того, что, естественно, они уделяют внимание своей собственной истории. Но это не значит, что на Западе не понимают, допустим, значение Жукова. Вот только что британский историк Джеффри Робертс написал биографию маршала Жукова, где, сопоставляя его с Монгомери или Эйзенхауэром, он отдает уважение, он говорит, да, я вижу, что, конечно, у генералов английских и американских были, так сказать, свои достоинства и даже где-то преимущества. Но в целом, если брать вклад в войну и роль человека, и то, через что ему пришлось пройти, совершить, то Жуков, безусловно, первый полководец Второй мировой войны. И это пишет британский историк, объективно, не... Ну, на каждого британского историка можно найти другого британского историка или американского историка, который пишет иначе, в том числе и про Жукова. Там проблемы с Жуковом не только в его оценке. Дело еще и иногда в противоречивых документах и в противоречивых командах в разные периоды войны. Вы, наверное, как историк знаете, да, это требование наступать без достаточной артподготовки и так далее. И не все... И не все... Ну, Валер Жуков не требовал наступать без достаточной артподготовки. И все телеграммы, в общем-то, рассекречены в архивах. В том числе, кстати, ну, вот этот спор его с Коневым по поводу взятия Берлина. Вы знаете же, да, там, все эти... Знаю. Но проблема-то в чем? Что Жуков так случилось, что именно ему досталось участвовать в руководстве войсками в самые тяжелейшие переломные моменты войны. Когда решалась судьба не только его личной головы, расстреляет его Сталин или не расстреляет, получит он маршальское звание или не получит, а реально от его конкретной действий как полководца зависела судьба страны и всего народа. И Жуков справился с этой немыслимой ношей и сумел победить. Правда ли, что во время Великой Отечественной войны в 41-45 годах разрешили носить георгиевские кресты тем, кто раньше их получил? Или вы не знаете? Какого-то официального разрешения, безусловно, не было. Но после начала Великой Отечественной войны, когда стали в армию призывать широко людей старших возрастов, многие из них были ветеранами и участниками Первой мировой. И вот это началось некое такое, совершенно спокойное началось некое снизу именно стихийное движение, когда ветераны, имеющие георгиевский крест, они совершенно спокойно его надсили и в том числе рядом с советскими наградами. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Предполагают, что эта поговорка родилась во время Первой мировой войны. Под крестами подразумеваются георгиевские кресты. Военные награды Российской империи для солдат и нижних офицерских чинов. Почти на всех фотографиях ветеран Великой Отечественной войны Константин Иосифович Недорубов запечатлен со звездой героя Советского Союза и одновременно четырьмя георгиевскими крестами на груди. Он получил их, воюя под началом генерала Брусилова, на Юго-Западном фронте в Первую мировую войну. Последним, золотым крестом, Недорубов был награжден после того, как вместе с группой казаков взял в плен целый штаб немецкой дивизии вместе с генералом и оперативными документами. В гражданскую войну донской казак Недорубов воевал сначала против большевиков, но затем перешел на их сторону и был удостоен высокой награды тех времен красных революционных шароваров. О георгиевских крестах, которые тогда ассоциировались только с кровавым царским режимом, на время пришлось забыть. Многое изменила новая война. Недорубов, которому в 41-м году исполнилось 52, и в новой войне отличился. Призыву он не подлежал по возрасту, но сформировал летучий кавалерийский отряд казаков, который наносил противнику серьезные удары. Во время внезапных налетов на гитлеровцев летом и осенью 42-го года Недорубов и его казаки истребили около 800 солдат. 25 октября 1943 года Константину Недорубову было присвоено звание Героя Советского Союза. Звезду героя он носил на кителе вместе с георгиевскими крестами. Никакого официального разрешения на это не было. Но не только Недорубов. Многие герои Первой мировой войны теперь носили свои георгиевские кресты вместе с новыми советскими орденами. С 1769 года в России вручался Орден Святого Георгия. Это была награда для офицеров на желто-черной ленте. Цвета ленты символизируют смерть и воскрешение, через которые, согласно житийной литературе, три раза проходил Георгий Победоносец. Но вручался этот орден только высшему офицерскому составу. В 1807 году император Александр I от одного из своих подданных получил предложение учредить пятый класс или особое отделение военного ордена Святого Георгия для солдат и прочих нижних воинских чинов, который может состоять, например, в серебряном кресте на Георгиевской ленте, вдетой в петличку. И манифестом 13 февраля 1807 года такая награда была учреждена. При этом для солдат-христиан чеканился Георгиевский крест с изображением Георгия Победоносца. А нехристиане получали такой же крест, но с имперским двуглавым орлом. Известен случай награждения Георгиевским крестом генерала. Герой войны 1812 года Михаил Андреевич Милорадович получил его из рук Александра I. В 1807 году кавалерист-девица Надежда Дурова получила Георгиевский крест номер 5723 за спасение жизни офицера. В наградных списках значился Александр Александров. Под этим мужским именем воевала Надежда Дурова. Вопреки слухам, советской властью Георгиевский крест так никогда и не был официально легализован. В последний раз на территории России его вручили в 1920 году в рядах Белой армии. Есть даже генералы, кто фотографировался и парадные фотографии делал. У него вся грудь в советских орденах. Например, генерал Трубников был заместителем командующего фронта. И у него тут же Георгиевские кресты, которые он получил еще в Первую мировую войну, или Георгиевскую союзию. Кстати, официальная биография Буденного всегда подчеркивалась, даже еще до войны, что он был Георгиевский кавалер. И уникальность ее в том, что в конце Первой мировой войны эта награда, во всяком случае значительная часть награждений, она же делалась по приговору роты, а потом после революции по приговору солдатских комитетов. И эти награды, они даже были более почетны для солдат, потому что они уже зависели не от прихоти офицера и начальства, и от того, как ты свой собственный подвиг в донесении укажешь, а и от того, как твои собственные товарищи оценивают тебя. Эти награды очень высоко ценились, именно как солдатские, и награды, которые давались за конкретный подвиг на поле боя. Есть ли имя победы у современной России? И где мы заканчиваем эту историческую грань? Второй мировой войной, Великой Отечественной, или мы идем дальше? Как быть? Слава Богу, после Великой Отечественной войны России не пришлось вести войн, которые... ...в каких-то локальных конфликтах, безусловно, они не могут встать в один ряд с теми полководцами, о которых мы ранее говорили. В истории нашей страны было немало замечательных побед и знаменитых героев. Мы помним их имена. Но мы не должны забывать, что у каждой победы много неизвестных имен. Об этом мы сегодня говорили с историками Александром Голубевым... Спасибо. ...и Юрием Никифоровым. С вами была программа «Власть факта». Смотрите телеканал «Культура». Смотрите телеканал «Культура». Смотрите телеканал «Культура». Продолжение следует...